Каждый день, открывая сайты всех ветвей власти Украины, прихожу к выводу, высказанному профессором Преображенским своему коллеге. Не читать газеты за обедом. Газеты как-то быстро исчезают из быта, уступая место интернету. Но совет остался правильным и в наше время. Вот последнее сообщение с протокола заседания Комитета Национального Банка Украины по монетарной политике. Читаю. Рост мировых цен на нефть будет создавать дополнительное инфляционное давление в Украине в краткосрочной перспективе. Однако в дальнейшем это влияние будет нейтрализовано за счет роста цен на товары украинского экспорта. Отмечается, что повышение цен на нефть на мировых рынках достаточно быстро отражается на ценах в Украине в связи со значительной долей стоимости горюче-смазочных материалов в себестоимости готовой продукции. Это будет создавать дополнительное инфляционное давление и скажется на показателях инфляции в краткосрочной перспективе. В то же время члены Комитета ожидают, что влияние повышения мировых цен на нефть на ценовую динамику в Украине будет нейтрализовано в более длительной перспективе, говорится в документе. Каким образом нейтрализуется? Ответ из того же документа. Людмилатор пояснил, что рост цен на нефть будет предопределять постепенное повышение цен и на другие товары на мировых рынках, в том числе украинского экспорта. Увеличение валютных поступлений отразится на обменном курсе гривны и, соответственно, ослабит инфляционное давление, отмечается в документе. Кроме того, как отметили НБУ, благоприятные погодные условия весной этого года, позволяющие рассчитывать на хороший урожай зерновых культур и ранних овощей и фруктов, будет способствовать стремительному замедлению роста цен на продукты питания. Начну с того, что украинские товары пользуются спросом на мировом рынке прежде всего из-за своей конкурентной цены. Если пойдет рост цены, то вызывается мнение в уверенности, что они увеличат свою ликвидность. Надо понимать, что такой прогноз регуляторам не учитывается, а напрасно. Второй момент. О хорошем урожае зерновых культур и овощей и фруктов позднего созревания, как по мне, говорить рано. Ни Национальный банк Украины, ни Гидрометцентр страны не могут точно спрогнозировать погоду на оставшиеся 2,5 месяца лета и начало осени. Такой прогноз, как правило, относится к разряду предполагаемых, не более. А если июль, август, не дай бог, будут засушливыми, что тогда? Словом, документ, представленный профильным комитетом Национального банка Украины, говорит о том, что у регулятора нет четкого плана и необходимых инструментов для сдерживания роста цен на продукты питания, товары и услуги в связи с повышением цены на нефть. Единственная надежда, как я понимаю, что цена эта будет на мировых площадках падать. А если нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова